Дорогие зрители, это новый выпуск по Квэс Шояль И в предыдущем ролике про Гранды я вам говорил, что я хочу вам показать еще много разных интересных колод Которыми вы сможете тащить И сегодня у меня снова про Одинград на 12 побед Но только комментировать теперь Деку буду не я А пускай отбивается Дима Токеринка Он с нами сегодня в Дискорде Что, мы не слышим? Всем привет, говорю Ага, во Ну просто ты тихо разговариваешь Значит, колода Ой, это не та колода Вот она Дека с Хогом Тредин эликсира Ну давайте, прежде чем перейдем к разбору колоды Давайте откроем сундук Это намного интереснее Это самый интересный момент в видео А дальше будет скучно Хе-хе-хе Вот Так, ну давайте, сейчас выбьем Лего Смотрите Я знаю фокус, чтобы выпало Лего Вам нужно прямо сейчас подписаться на канал Поставить лайк И нажать на колокольчик, и выпадет Лего Сейчас, смотрите Вот тут Я считаю до 10 10 Блин Не получилось Выпали элитные варвары Видимо, не все поставили лайк Ладно И у меня есть еще один шанс Поэтому Вы можете исправиться Прямо сейчас поставить лайк Подписаться И вот с магического выпадет Лего Чекайте Три Два Один Лего Лего Я чуть не понял А почему мне выпало 4 Клон Спелла И 5 Варварской бочки С магического сундука Вроде если больше трех Эпика падает Лего должно быть Нет? Не знаю Ладно Давай Колода Расскажи быстренько Про Колоду И почему То есть ты уверяешь Что с ней будет тащить Вообще легко Играть И ты не напрягался Когда играл с ней Да? Ну да, потому что я играл вчера вечер, был сон, допускал несколько ошибок даже в повторе против лавы. Сегодня будет грубая ошибка, когда я кидаю фаербол и не убил ни одного щенка. Поэтому, в принципе, не нужно особо думать. Ладно, не надо думать, поехали посмотрим поединки. Итак, первый повтор у нас. Давай, рассказывай. Против гиганта с шахтером у чувака типа снежный ком. Я думаю, зря он его поставил в деку, в деку карта так себе. А что ты, как тебе свиньи, что ты их свиньи не используешь? Или у меня они еще не доступны на турнирную прокачку? Нет, еще не доступны шестые, там скоро будут доступны. А слушай, ты же проиграл гиганту, да? У тебя одно поражение и оно этой же деке, да? Да, но я там, если не ошибаюсь, то грубая ошибка, допустил соперник, подловил, я проиграл. Здесь, в принципе, я так сильно не ошибался. Так, что нам вообще... Пережа атаки. Пережа атаки много урона нанес. Что нам вообще хока в соло постоянно бросать или с валькирией? Нет, лучше в соло, потому что если с валькирией кидает, то только если в контратаку валькирия переходит. Потому что если слить вальку в атаку, то, по сути, не будет танка и соперник может пропушить. То есть он может кинуть, например, гигаплюс пользом и залить пользу на ту же летучку и тамбу. И поэтому мы можем сильно просесть в плане урона. То есть валька у нас в плане танка остается? Да, да, да. Ага. Что стоит не забывать, что у летучки довольно большая дистанция. Подожди, он что, вместо фаера или у него есть что-то? Да, вместо второго зелья там... О, ты пользуешься моими смайликами, да? Да. Значит, я оплатил, а ты пользуешься бесплатно? Конечно. Блин. Они еще и победить помогают. А, кстати, ребятки... Кстати, ребятки, я разыгрываю бесплатные вот эти смайлы. Я трем победителям в конкурсе назначу на вот эти паки и вы тоже бесплатных получите. Кто не смотрел этот видос с конкурсом, обязательно посмотрите, где покупаете новые модзи. Завтра будут результаты 23-го числа. Трем счастливчикам я назначу на аккаунт и вы получите эти смайлы. С ними реально очень легко тащить. Участвуйте в конкурсе. Я так быстренько повторю условия, вдруг кому лень смотреть видос. Нам нужно подписаться на мой этот канал, на мой второй канал. Будут ссылки в описании. Вам нужно поставить лайк, репостнуть это видео. Не, не это видео, видео с конкурсом. И добавить меня, друзья, в контакте. Ссылки есть в описании. Ну, лучше пересмотреть видос с конкурсом. Если вдруг кто не знает о конкурсе. Вот. Потому что завтра уже будут результаты. Ну, давайте опять смотреть повтор. Итак, справа ты окей, вышку уже забрал. Ой. Да, я там соперника подлогил. Безеликсированный снежным комзичем. Причем-таки он уже на первых. Боже, что ты так хрипишь? Летушка выбирает. Раз, раз, раз. Ты мне так громко... Дайте я немножко потише сделаю. А ну, скажи что-нибудь. Говорю. Надо было изначально проверить на запись, как тебе слышно. Потому что у меня... Ты в наушниках очень громко. Все, осталось только дефиц, и все, он не успеет забрать. А, я понял. И он не забрал вышку. Можно сказать, что я тут просто подловил соперника. Ну, и опять пользуешься моими смайликами. Ужас просто. Так, друзья. Следующий у нас поединок против Лава Шар. В принципе, у нас против Лава Шар есть две дефающие карты. Это Летучка и Мега Миньон. Желательно их выбрасывать так, чтобы соперник не задевал фаерболом. Ну, не попадал по двум целям, да? То есть, надо, чтобы Мега Мух, они были как-то на расстоянии. Потому что сопернику в любом случае придется сливать фаер на какого-то юнита. Поэтому старайтесь выбрасывать их как-то в разброс. Вот. Я и говорил в прошлом повторе, что нужно пользоваться тем, что у Летучки большая дальности. За счет этого не кидать их вместе. И в начале баттла соперник тоже ошибку допустил кинул фаербол плюс. Блин, добавь чуть-чуть эмоций ей к своему комментарию. Ну, ты так говоришь монотонно. Это так скучно слушать. Я не знаю. Но это просто выглядит так. Ну, добавь, но веселее разговаривать. Я не знаю, ребят, как вам. Как по мне, ты очень скучно комментируешь. Ну, я просто не хочу комментировать твои поединки. Мне иногда кажется, что я все равно неправильно их комментирую. Расскажи, ты, как ты видел эту катку? И как вообще с этой декой? Вот я, блин, сколько не смотрю ваших повторов, ваших колод. Вроде бы все понятно, но я вот 12 побед, у меня не получается. Расскажи, какие могут ошибки быть у моих подписчиков, которые возьмут эту деку. Что нужно делать, что не нужно. Чтобы я смог пройти на 12 побед. Вот какие-то полезные советы, а не просто комментировать поединок, который мы и так сами можем посмотреть. Давай, может... Я думаю, что один прям точно основной... Какие бывают ошибки, вот... Расскажи... Многие кидают, например, тамбу плюс летучку вместе. Или тамбу плюс мегамуху, то есть и от файра, или от яда они вместе умирают, и все. И декться, по сути, это и не о чем, потому что из кем у 6 эликсира соперник, например, ядом и урон нанес и убил. Или летучку, например, и тамбу, и поэтому мы выходим в минус за счет этого. Еще и нам урон нанесли. Поэтому, я думаю, это основной совет. И думаю, что никто не будет так делать. Придрис Хоган. Короче, не нужно выбрасывать все подряд. В целом, да, да. В целом, эту деку никакая не контрит, помимо лавы и пеки, естественно. Ну и мега-рыцаря, но в случае с мега-рыцарем и пекой можно просто... Подожди, так этой деке есть контра или нету контра? Я же говорю, есть контра, только лава, мега-рыцаря и пеки. Лава-контра? Да, контра, конечно. А почему? Ну, если опытный лавовод, то он выиграет. Потому что фейербол, плюс-за, плюс мухи. Ну, то есть, в этом баттле соперник ошибся, я так сказал. Самая основная ошибка была, это шар, плюс валькирия. Ему нужно было шар кидать с лавы, я бы точно не обиделся. А в глобале это такая затащит? Против трех мушкетеров, там, всяких... Ну, да, против трех мушкетов точно она затащит. Потому что тут фейербол, плюс бревно. Фейербол, плюс бревно. А ты в курсе, что есть еще орда миньонов? Чем ты ее будешь дефать? Не знаю, ну, летучка тоже неплохо. Можно... Ладно, поехали еще один бой. Поехали еще один бой посмотрим. Бой закончился. Итак, третий поединок. Друзья, я так подумал, что... Смотрите, я вот реально хочу, чтобы видос был полезным. Я сколько показывал разных поединков, разных повторов, разных колод. Ну, вот, не знаю, как у вас, но вот я лично, вот, ни разу после того, как посмотрел эти поединки-повторы, на 12 побед не прошел. Вот только один был человек, который мне в этом помог. Реально как-то вот рассказал суть колоды. Это Елисей. Колода Гигант 3 с пыла и Голем 2 принца. Вот это действительно те колоды, которыми у меня получилось каких-то хотя бы результатов взять. 5500 я взял... Не, 5750 я взял с Големом 3 с пылами. И с Големом 2 принца... Ой, да, с Гигантом 3 с пылами. И с Големом 2 принцем я взял 5800. Так вот, давайте так. Вы сейчас посмотрите это видео. Вы попробуйте с этой декой сыграть. И какие у вас вопросы возникнут, какие проблемы у вас будут. Вот вы сыграли, да, и вот кому-то проиграли. Вопрос какой-то задайте в комментариях. А Дима на него постарается ответить. Да, Дима? Вот под этим видосом ты будешь ответить. Вот так незадачка, да, у тебя? Потому что, ну, мы покажем сейчас 3 поединка. Ну, а вдруг нашим подписчикам, моим точнее, встретится какая-то колода другая. Они, ну, к примеру, где-то вот, ну, не поймут, как дефать, да, что-то. И пусть зададут этот вопрос в комментариях. Ты будешь смотреть. Только на самые важные комментарии какие-то, реально, по сути, будут. На такие Дима постарается ответить. Вот, возможно, я еще помогу ему в этом. Я сам попробую с этой Декой сейчас сразу же после этого видео постараюсь сделать 12 побед. Если у меня не получится, Дима, то, ладно, естественно, будет виноват не Дима в этом. Ну, правда, я вот хочу понять, ты вот говоришь, что с этой Декой реально прям очень легко играть. И, ну, прям сыграть с ней каждый. Вот я хочу проверить. Да, ну, сейчас, на самом деле, очень много Мартира, тут бревно, которое Кондор, это все. Ну, Мартиру, да, Мартиру. То есть, Валька в роли танка плюс Сплэш, это довольно универсальные карты. То есть, мне кажется, тут же был Ледяный Голем, насколько я понимаю, да, в этой Деке? Да, снимал даже эту Деку 20-0. Валькирия сейчас стала... Ну, сейчас более... Валькирия, потому что она гораздо лучше стала. Что? Ну, мы шили. Дим, что? Я не слышал. Я говорю, Валькирия стала более актуальной. Да, да, ну, ее еще улучшили. И вот, в этой Деке, Валькирия. Ну, да, ее улучшили, и сама по себе Валька, она, короче, и в роли танка выступает, еще плюс очень нихреновый деф выдает. То есть, не Рыцарь, не Ледяный Голем к ней, ну, сейчас, не сравниваю. Ну, конечно, по Эликсиру она просто чуть дороже, чем ее, так скажем, ее альтернатива, да? Да. Ну, на самом деле, вот в этом паттле вполне просто, несмотря на то, что у нас опять нет много урона, я как-то расслаблено, что ли, играл, потому что знал, что у меня контр-дека. И в итоге победил. Еще основное, он не мог никак убить мою летучку. Блин, я не знаю, может, Дима так общается, ребят, что я к нему пристал, но у меня такое ощущение, что он сейчас уснет, когда он... Ну, он так разговаривает, не знаю, может, мне кажется. Вот, ей, я ничего против не имею, просто мне так, я вот сколько в Дискорде с ним общаюсь, сколько по Скайпу, вот сейчас при комментарии. Мне такое ощущение, что он сейчас вот оборвет свое предложение и просто уснет. Короче, суд такова, эта дека хоть и дешевая, но все равно не сливайте за зря эликсир и старайтесь выпускать юниты, юнитов и решать проблемы по мере их поступления. То есть, выпустил соперник, к примеру, лаву, не спешите подбрасывать сразу много юнита, выпустите сначала одну карту. Как только уже накопится эликсир у вас, тогда уже да, думайте, что выпустят следующие. Но старайтесь выпускать карты по одной, то есть не надо... Были просто деки с Хогом, когда они идут, ну, комбинациями, да, то есть Хог там с бандой гоблинов, Хог с ледяным... Не, ну с ледяным духом еще ладно, но вот с Валькирией, с Мегамухой и с Летучкой он не комбинируется. Тут в основном Хог в соло идет, либо Хог предикт бревно наперед, либо Хог с ледяным духом, правильно? Либо Хог фаер, вот так еще можно. Вот, в целом, ну, просто атаковать Хогом, да, для дефа хватает, как мы заметили, и надгробия, и юнитов по воздуху. И Валькирия прям дефает много разных связок. Короче, пробуйте, сейчас я попробую, если сделает у нас побед, будет еще одно видео. Либо вот давайте так, я сколько побед смогу с этой декой, такое видео и запишу. Ставьте лайк, если хотите видос, чтобы я с этой декой попробовал в Гранде, и сколько побед я сделаю. Если вам интересно, то я результаты опубликую на видос. Ну, если этот ролик соберет 5000 лайков. Всем спасибо за просмотр, желаю удачи, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok